здравствуйте друзья тут молодой человек мне предложение такое написал говорит вот составьте кодекс блогера михаил чтобы вам не составить кодекс блогер и я подумал что наверное там есть там на эту тему много чего написанного я не хочу этим заниматься но по ассоциации у меня возникла идея с тем чтобы но вот не кодекс допустим зрителя там youtube но во всяком случае какие-то правила может быть вот одно правило у меня сейчас в голове есть которое я хотел бы вам рассказать и предложить для осмысления значит у нас часто ну довольно часто в личку и не только в личку в комментариях иногда люди из самых лучших побуждений я не хочу сказать что они какие-то зловредные нет они из самых лучших побуждений вот видите все уходят вправо тут пожар едет до самых лучших побуждений присылают ссылки или вопросы ну или вот как делится информация это выслыхали что и дальше идет ссылка или какая-то кляуза на кого-то кто какую-то гадость сказал сказал гадость сделал гадость упомянул тебя не в хорошем контексте там и так далее я хочу сказать что ну бывает же всякая да там мало ли где на интернете там вдруг какая-то какашка образовалась это же не значит что нужно ее схватить и блогеру там закинуть искать видал там какая-то какашка значит там всякий блогер до которые всякие публичный человек в целом но блогер в частности значит он так или иначе является объектом как бы сказать негативных высказываний комментариев иногда совершенно какой-то безумной агрессии и так далее поэтому ну да ну но это не значит что он должен все дела бросить и вот этим заниматься я вам скажу если например не знать об этой ерунде так и так еще лучше есть ведь люди на самом деле впечатлительные которые если вот им такое сказать они потом там не это может ночь не спят особенно начинающие знаете они еще не привыкли потому что ночью надо спать когда такое случается знаете вот они более более эмоционально реагирует есть люди вообще более эмоционально поэтому если вы как бы блогером там дорожите в том смысле что он вам как бы не посторонний чак ох ребята сзади я смотрю сейчас зеркало заднего вида там сколько всего едет до чего-то приключилась сейчас начнут то что бибик в общем надо бережно относиться к людям не тащить всякую день сейчас тут вот за неделю я не знаю там ну чек 20 там мне пишут и в комментариях это приходится удалять или в личную там эту переписку оттуда я им не могу ответить что вот михаил вы слыхали там какой-то ворюга на котором клейма поставить там уже негде он сейчас вас будет судить знаете я вспоминаю а вот эту самую сказку про элли да девочку элли там волшебник изумрудного города и там была какая-то волшебница я боюсь там с именами запутаться назовем ее условно гингема в общем она воды боялась когда на нее вода попадала так она значит там погибала растворялась там и так далее вот эти вот новость типа там гингема значит обещает прийти со шлангом и обрызгать значит там всех вокруг пойти то есть вот какие-то люди для которых слова суд должно в страшных снах приходить значит вот эти люди сейчас обещают там всех засудить понимаешь больше делать нечем вот сейчас я испугаюсь самое главное ну за суди уже но его и но уже пришлите что-то я не знаю уже подойти в суд наконец ну я я к чему рассказываю что и вот они там сполошились и вот ребята если вы будете эту дрянь смотреть я кстати чем сказать как картинку интересную видел картинка была заставочкой вот вы видите что там произошло специально здесь так стою чтобы вам было видно картиночка была заставкой какому-то видео и выглядел очень так прикольно комната диванчик телевизор на диванчике сидят два человека смотрят телевизор дальше начинает самое интересное вот они пожарки прикатили сейчас справа от меня едет я не знаю вы не увидите ну да я отъеду вот она справа от меня вот и телевизор и значит ой 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 мамочки ой 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 да телевизор эти два человека которые сидят у них них не был не голова у каждого а как сказать толчок вот туалет буквально этот толчок дерьмо приемник как бы можно сказать и дальше а по телевизору показывают такая задница и к ней там несколько микрофонов и вот сидят люди подставили свою вот эту вот организму вот в эту вот задницу понимаете поэтому чё вы смотрите эту дрянь то есть мало того что в эту дрянь смотрите тем самым как бы индок тренируясь в эту дрянь вы еще и блогеру это тащите там видали там вот это вот на экране вот это вот задница большая чего про вас сказала а ты захлопни этот толчок и и сам тоже здоровее будешь и еще на блогер я я как раз устойчивый меня меня в этом смысле не пробьешь но я знаю просто людей которые очень-очень болезненно воспринимают но очень вот и а есть еще фактор когда он может быть и более менее устойчивые но задолбали то есть много-много-много-много со всех сторон и люди это тащит и тащит уже он уже взрывается или там наоборот депрессует там каналы закрывают или там разные вещи происходят почему такой-то блогер закрыл канал достали а может еще чем мы не знаем но но мы не удивимся если закрыл потому что достали если чек приличный и его достали просто закроет канал и все потому что приличному человеку вот это все не нужно так что я к чему говорю значит есть вещи которые происходят без нашего участия и это как бы замечательно пусть происходит мы на них силы свои не тратим поскольку ничего изменить не можем но есть вещи где мы можем повлиять как бы да то есть мы можем сказать спасибо это такая положительная штучка даже лайк поставить тоже хорошо это тоже как бы создает не такой маленький но тем не менее позитивный такой настрой и даже тот кто сам лайк поставил может быть ему это даже и важнее чем тому кто этот лайк получил на самом деле я так тоже думаю но не суть это это как бы совсем с обеих сторон очень позитивное такое действие на обе стороны позитивно влияет то есть масса таких вещей хороших а вот взять какую-то кляузу грязную да еще из помойки и куда-то там закинуть и так далее ведь ерунда то есть фактически да есть другой эффект в этом бывает что как бы блогеры блогеры стравливаются вот этим то есть это какое-то очень зловредное действие когда вот пытаются стравить блогеров блоге а вот тут а вы знаете что про вас сказал вот этот и там дальше ты слушаешь вроде ничего такого и не сказал вот но но как осадочек остается понимаете вот поэтому друзья значит формулируем правила зрителя вот нет нету шип кодекс какой такое правило значит помимо общего оздоровляющего значит дерьмо не смотреть вот формируем такое формулируем такое правило что дерьмо вокруг не тащим не кляузничаем не негативного ничего не тащим вот если кто-то позитивное что-то сказал вот какой-то блогер сказал что-то хорошее о другом вот давайте это пожалуйста вот и тому скажите спасибо и этому дайте ссылочку вот пусть они все дружат и при встрече целуются вот а всякую дрянь не тащите вот я может быть слишком долго там и по кругу и так далее но я знаю что как человек который у доски стоит всю жизнь я знаю что иногда нужно по нескольку раз по нескольку раз по нескольку раз и хотя сам от этого устаю и когда роберта киесаки пытался читать я я читал много но но просто тяжело дается потому что он по сто раз по тысячу раз одно и то же я дочери жалуюсь я говорю ну вот ну как вот такое читать она говорит это так книги пишут для народа где-то берется две-три идейки маленькие простенькие 2 буквально две-три и целую книгу пишут вокруг двух-трех идеи к обсасывая со всех сторон этих леденет потому что иначе не воспринимается вот так что я не настолько народный писатель как киесаки я так более продвинутой аудитории обращаюсь вот и на этом наверное мы закончим я подъезжаю к офису начинается у меня новый год такой день рожденческий год мы с вами друзья получаем энергию от созвездия тельца те кто верит те кто не верит все получаем и и как бы поздравляю всех тельцов а также других собратьев по земному да там девки козерога это наше время вот так что дерзайте творите и как минимум оставайтесь хорошим настроением и все остальные тоже потому что мы по кругу ходим правда мы не можем чтобы одним все другим ничего мы как бы все по-честному делим на всех так что энергия наша земная нужна на всем абсолютно и водяным воздушным так и огненным так что ребята черпаем черпаем черпаком можно сказать энергию земную тельцовую и там где у нас нехватка какая значит заполняем пустоты и хорошо себя чувствуем